Здравствуйте, уважаемые коллеги! В кодексе чести самураев Японии есть такой пункт, что лучший поединок – это предотвращенный поединок. В китайской мудрости Лао Цзи, Конфуция, обычным приписывают такие выражения, что самая хорошая битва – та, которая не состоялась. А вот Черчилль, англосакс, говорил так. Многие войны не состоялись потому, что их просто перенесли на более позднее время. Перефразировав слова Некрасова, поэтом можешь быть не гражданином обязан, можно так сказать. Ученым можешь ты и быть, а педагогом не обязан. К сожалению, есть у нас такая, что про всех, небольшая часть, но есть действительно хорошие ученые, их разработки, степени докторские, патенты и так далее. Одно маленькое, но студенты неинтересны, они мешают. Наукой надо заниматься, на полтора часа уходить на лекцию, время отрывать от себя. Вот и с другими примерами сталкивался. Сейчас, по-моему, таких не делают. Вот Юрий Георгиевич Одиноков, у нас в КАИ, читал нам расчет самолета на прочность. Там огромная аудитория, 4-6 ставит, пышный спортзал. Так вот он даже там голос не читал, нужно повышать. Дело в том, что начинающего преподавателя, ну, всегда такой эффект или этап, нужно у него пройти. Много ошибок там, что-то не получается. Сначала формируется рефлексия педагогическая. Вот сама копания. А почему не получилось? А что сделал не так? Многие не парятся, сразу смолваются до всей жизни. Я просто часы отчитываю, и все. А что там, какой толк? Это не важно. Вот потом формируется педагогическая эмпатия, чувство аудитории. И уже начинает человек чувствовать шкурой, что ли, слушают его, понимают ли. Ну, это очень важные качества. А уж потом педагогическая экспрессия. Это воздействие на аудиторию. Если не обязательно шум, гам, там крики, какая-то эмоциональность. Вот Юрий Георгиевич, допустим, он голос не повышал в громадной аудитории. Впирался такой на трибуну и говорил, я ведь, ребята, летчик. Да, мы в 30-е годы получали диплом инженера и свидетельство пилота. И вот на вираже так вдавливает в борт кабины, что аж ребра трещат. Сейчас мы попробуем рассчитать это ускорение боковое омега. Такой медвежьей походкой шел к доске. Вот тут не вздохнуть, не скрипнуть стулом. Знаете, что-то пропустишь. И он не повышал голос, не кричал, никаких эмоций. Ну, аудитория сидела, как кролики перед удавом. Вот. Или однажды, когда уже на дипломе мы пришли, ему посоветоваться. Мы по кафедре производства летательных аппаратов с паровой защищались, а он заведующий кафедрой строительства, ну, прочности. Вот у нас не получается, да, теоретически решить задачу. Поднялись. Так он вот спустился, счел нужным в наш подвал там, холодно у вас тут, говорит, к чужим дипломникам осмотрел нашу аппаратуру, посоветовался, говорит, ну, в общем, если что, заходите. То есть вот сейчас таких не делают. Человек считал нужным. Для них всегда все важны. Аспирант, студент, профессор, академик, когда делом занимается. То есть вот это вот очень важно. Ученым можешь ты и быть, педагогам не обязан. И вот это вот, как бы, нестыковка не очень хорошо выглядит. Нужно быть и ученым, и педагогом, разберешься и читать лекции. Уважаемые коллеги, вот недавно он прочитал статью, очень интересную, математик написал, я уж не помню фамилию, но не столь важно. Так вот он математическим аппаратом, с формами, графиками показал такую вещь. У нас обычно любят ныть, да, вот Октябрьская революция, генофонд нации погиб там или их выгнали и прочее. Ну, вырос новый генофонд. Не то, что ничего страшного, но дело в том, что там он блестяще показал такую вещь. 95% из нас, из нашего населения, мы потомки крепостных крестьян. Ну, есть, конечно, там прослойка людей. Вот лично я в нашем громадном городе Казань знаю трех человек дворянского происхождения и двух человек именно купеческого происхождения. А вот в то же время есть такая мода все намекать, что тут чуть ли не из графьев, а вот если мне революция, а если мне революция, то землю пахал, может, на барина. А тут ты инженером стал, ученым и так далее. Так что очень сложный вопрос на счет этого. И вот эта вот вратская привычка все намекать, что я там чуть ли не из графьев. Да не из графьев, мы ребята, из крепостных крестьян. А другое дело, что советская власть воспитала новый генофонд, новую интеллигенцию, новое дворянство, если хотите. Только уже не сословное, а интеллектуальное. И, кстати, вот на счет купеческих сословий. Это было сословие, да, в него можно было записаться. То есть вот я, ну, не крепостные крестьяне, желаю, допустим, вступить в спеческое ословие, спрашивали, какой у вас капитал? Говорят, ну, пять миллионов. Деньги не просили показать, документы тоже. Верили на ослово, пять миллионов, ну и налоги будешь платить с пяти миллионов. То есть врать было невыгодно. Имели купцы трех гильдий, да, первые гильдии торговали на внешний рынок, как, скажем, братья Крестовникова в Казани, их мыло продавалось в Париже. Вторая гильдия в пределах Российской империи, третья гильдия в пределах своей губернии или даже города. Ну, и вот такое наблюдение есть тоже, вот, мол, там, миллионные сделки заключали рукопожатием, там, роды купеческие. Да нет, больше двух поколений купеческий род не продолжался. Уже третье поколение все проматывало или входило куда-нибудь в интеллигенцию, в разночинцы. То есть это все вот эти мифы нашего детства, как говорится, мифы перестройки о каких-то там голубой кости, голубой крови, всяких там династиях, которые веками продолжались. Ерунда — это все. Вышли мы все из народа. Кстати, еще о мифах. Вот, наверное, три мифа нашего детства есть. Вот на семинарах, когда тест-тесты Рокича проходим и так далее. Вот такой первый миф, да. В детстве нас учили, надо всегда говорить правду. Вот представьте себе, завтра все будут говорить правду. Врачи — пациентам, педагоги — родителям, дети — педагогам. Мир погибнет через неделю. Правду, все о 70% случаев вообще не надо говорить, особенно когда не просят ее говорить. Второй миф — хороших людей больше. Ну, если бы хороших людей было больше, даже половина хотя бы, ну, это был бы рай на земле. Хороших людей даже и больше, это правильно, но плохие лучше организованы. Вот отсюда все беды на земле. Ну, и третий, что правда всегда побеждает. Побеждает, но очень не скоро. Часто не при нашей жизни. Правильнее сказать, побеждает то дело, за которое лучше борются. Вот так будет правильнее. Но не обязательно правда, к сожалению. Вот какие-то годы назад, ну, можно уже 10 лет прошло, я и давно дал такой тест простейший, я вот, ну, студентам, первокурсникам. Вот напишите 10 книг, которые вы обязательно должны, ну, своим детям рекомендовать, прочитать. Все начинают с курочки рябы, почему-то, ну, это наш генотип. Били-били-били-разбили, мышка махнула, разбила, добилась результата, одеты бабы плачут. Отсюда наша странная психология, видимо. Ну, там потом школьный программ перечисляется, который многие не читали. А наиболее продвинутые студенты там либо Павлу Каэлли указывали, либо Харуки Мураками, японского писателя. Ну, был такой бум, что-то лет 10 назад. Мураками много переводили, книги целые полки стояли. Ну, раз студентам называют, пришлось купить одну книжку, рассказывать, там, полистать, почитать. Ну, вот постмодернизм, такие как-то бессодержательные, странные, ну, говорят, тонкий психологизм, там, может быть. Вот один рассказ, так называется, например, «Орвота, 1998». И вот там, значит, мужчина, ну, живет он один там в квартире. Вот его жизнь как-то описывается. Причем, как он насчет там чужих жен, большой мастер был. И вот ему кто-то стал звонить по телефону, просто дышать трубку, ничего не говорить. Он послушает, клоет трубку, а после этого начинается рвота. И дальше есть рассказ, описывается, что он ел там в городе, в ресторанах, и чем его потом рвало. Все подробно описывается, осьминоги, трепанги копченые, там, прочее. Вот, ну, что странно, ни разу в рассказе «Мураками» не упоминается суши. Для нас, в Японии, это суши, в первую очередь, да, в смысле кухни. А там не упоминается в ресторанах, видимо, он не пробовал, или тот герой его рассказа. Потому что суши – это что? Ну, вот, в древности, в старые времена, японский рыбак уходил в море, брал с собой гурт с ковареного риса, чашечку, ловил рыбу, откладывал что-то на продажу, а он там поломанную некондиционную рыбку мог съесть. Ну, костер же не разведешь в лодке. И он, срую рыбу, заворачивал рис, ел вот это, было суши. Это даже не фастфуд, а такая вот вынужденная еда, ну, рыбака старого японского. А у нас сейчас на этом целая культура стоит, что только не творят, сколько этих кафе, ресторанов, суши, баров. Вот, а Мураками, если вчитаться ее текст, оказывается, это не считал вообще-то серьезной едой. Уважаемые коллеги, продолжим разговор о казанских улицах. Есть у нас такая улица, улица Ульяновых. Но она как бы всегда была в Казани, можно сказать. Ну, не всегда, после Октябрьской революции. Там стоит дом-музей семьи Ульяновых, когда Володя училась в университете, там они жили. Дом сохранился, музей существует. Но была еще и улица Ленина, ныне Кремлевская. Она была дворянской, Ленина, Кремлевской. Все ее мечтали еще как-то обозвать там. Вот, решили на Кремлеву. А как бы теперь имя Ленина Ульянова, ну, туда, в ту улицу, к своей семье пускай примыкает Ульяновых. Ну, к чести, кстати, Казани, Тарстан, надо сказать, у нас не ломали памятники Ленину, мемориальные доски, ничего не разрушали. Часть нашей истории, как к ней не относись, это лет через 200, и наши потомки оценят. Ленин, Сталин, что это было. Как сейчас мы можем более-менее нейтрально оценивать там Ивана Грозного, Петра Первого. А сейчас еще живы, в общем-то, люди, которые, или потомки тех людей близкие, которые пережили революцию, гражданскую войну, отечественную войну. Вот. Ну, вот вопрос, опять же, ведь сейчас вот с молодежью разговаривали, что, что истории не знают, не чертают, понятно. Вот эти разговоры, октябрьская революция, это катастрофа и прочее. А про февральскую это забыли, что ли? Ее сделали буржуи, царь отрекся там, или его заставили отречься, или подделали документ. Но это была буржуйская революция. Две трети буржуев еще до февральской революции слиняли в Европу своим бриллиантами, акциями, деньгами, не с пустыми руками. Чуяли что-то, довели страну. Ленин приехал в апреле, вообще-то говоря. Пусть в пломбированном вагоне, но уже к шапочному разбору все уже состоялось. А потом в октябре просто подняли власть, которая валялась в грязи, куда ее довел правительство Керенского. Кто читал Ленина, 55 томов, в последних томах, такие знаменитые записки в ЦК, в штаб восстания. И вот там у нас такая короткая записка. Ее переводят как «Сегодня рано, а после завтра поздно». Вот там Ленин так пишет. Он, кстати, всегда называл «октябрьским переворотом». Не революция, переворот. Понимал случайность его. И он там написал, второй такой шанс власть взять у буржуазии будет только через сто лет. То есть он, может, стремился к тому, что большевики, ну, будет революция. И она есть, да, царизма нет. Значит, вступаем в парламент. В парламентской партии будем долго, сто лет еще бороться за торжество социализма. А тут такая удача. Керенский развалил страну и все его буржуи-капиталисты-министры. Ну, власть пришлось поднять. Потом, конечно, да, кровавая гражданская война. Но не надо приписывать большевикам. Надо вспоминать февраль 1917 года, отречения царя и кто же довел до этой ситуации Великую Российскую империю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин